Всем привет и добро пожаловать вновь на мою кухню! Сегодня с вами готовим картофельную запеканку с мясом и соусом бешамель. Давайте посмотрим, что же для этого нам нужно. Я взял вот такую классическую форму из икеи, прямоугольную, вот примерно моя рука. На эту форму нам нужно картофель 2-2,5 килограмма, фарш домашний 800 грамм, 1 луковица, 2 яйца, немного муки, растительное масло для обжарки, соль, перец по вкусу, сливочное масло. Для начала нам нужно отварить картофель. И пока у нас варится наша картошка, мы будем с вами нарезать лук в мелкий кубик. Лук у нас нарезан, и теперь его нужно спассеровать на сковороде вместе с фаршем. Наливаем растительное масло, выкладываем лук и припускаем его до полуготовности. Лук обжарен до прозрачности, даже он стал золотиться. И сейчас мы выкладываем сюда фарш. Фарш мы посолим. И поперчим. Перевешиваем. И обжариваем до полной готовности. Фарш у нас обжарился. Теперь нам нужно его отставить, чтобы он остыл. Лишний жир нам придется слить. Картошка сварилась. Теперь нам из картофеля нужно сделать пюре. И небольшая ремарка. Ни в коем случае в картофель не добавляйте молоко или воду из-под картошки. Пюре нужно делать на сухую, то есть не добавляя ничего. Единственное, что можно добавить, это немного сливочного масла. Теперь нам нужно посолить картофель. И с помощью толкушки растолочь картошку. Картофель мы смяли в пюре. И еще одна небольшая ремарка. Ни в коем случае не взбивайте пюре миксером. Или не перезбейте его просто венчиком. Потому что если вы это сделаете, то пюре превратится в клейстер. И тогда вам придется есть просто обойный клей. И теперь нам нужно, чтобы пюре остыло до такой степени, чтобы его можно было взять просто руками. Не теряя время, мы с вами подготовим форму для выпекания. Берем форму и наливаем сюда немного растительного масла. Теперь с помощью кисточки или руки нужно масло размазать по всей форме. И еще одна маленькая ремарка. Не забывайте обмазывать внутренние бортики нашей формы. Теперь в обмазанную форму растительным маслом нам нужно насыпать немного муки. И теперь муку нам нужно распределить по всей нашей с вами форме. Я думаю вы догадались для чего мы это сделали. А кто не знает, кто еще не опытный повар-кулинар, так скажем. Я объясню, мы сделали это для того, чтобы нам потом легче было достать нашу запеканку из формы. Еще используют иногда панировочные сухари. Или также еще используют манку. С помощью магии монтажа у нас все остыло. И мы начинаем формировать запеканку. На дно формы нам нужно будет выложить картофель. Примерно сантиметра два. Теперь выкладываем сюда наш фарш. Сверху выкладываем второй слой картошки. Фарш мы укрыли слоем одеяла из пюре. И хочу дать один совет. Обязательно после того, как вы положите пюре, легкими движениями ладони, вам нужно уплотнить после испекания запеканки, чтобы она у вас не развалилась. Теперь, пока разогревается моя духовка, нам нужно сделать с вами лизон. Он делается очень просто. Берем два яйца. Немножко подсаливаем. Добавляем немного сметаны. И теперь с помощью вилки или венчиком, это нужно просто все сбить. По желанию, с помощью острых краев вилки, можно сделать узоры. Вот у меня вилка в воде. И теперь можно сделать вот такие полоски. Смачиваем и снова проводим. Чтобы после выпекания запеканка выглядела красиво. Теперь нам нужно смазать нашу запеканку смесью, которую мы заранее с вами приготовили, это лизон. Для того, чтобы наша запеканка приобрела золотистый оттенок. Запеканку ставим в духовку минут на 15-20. В разогретую духовку при температуре 180-200 градусов. А мы с вами не теряем время и делаем соус бешамель. В одну кастрюлю мы с вами кладем сливочное масло. 50 грамм. И на медленном огне растапливаем его. В другом сотейнике мы с вами разогреваем пол-литра молока. Масло у нас с вами растопилось. Теперь нам нужно сюда добавить 40 грамм муки. И обжарить вместе с маслом до золотистого цвета. Наш соус прогрелся. Многие соус бешамель не солят и не перчат. Я его посолил и поперчил, поэтому он стал немножко темноватого цвета. У меня, к сожалению, нет белого перца. Я воспользовался простым черным перцем. И теперь нам нужно тоненькой струечкой сюда вливать наше молоко и размешивать. Соус нужно варить на очень медленном огне до его загустения. Наша запеканка готова. Сейчас я вам ее покажу, какая она красавица получилась. Вот такая чудесница запеканочка. А сейчас я вам покажу, как будет выглядеть порция. Вот так выглядит моя порция. Я думаю, что выглядит очень вкусно и аппетитно. Приятного аппетита! Ну вот и все. Наша запеканка готова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забывайте смотреть мои старые видео. Ну и, конечно, приглашайте своих друзей на мой канал. Всем пока-пока. Приятного аппетита. До новых встреч!